Сергей, привет! Алексей, привет! Мы находимся на конференции, которую мы делаем при помощи программы TeamViewer. Как меня слышите, Сергей? Слышен, всем привет! Леша, нормально слышно, да? Да, 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 хорошо. Значит, я собрал вас по такому смешному поводу. Значит, помните, у меня был видеоролик о человеке, который там мне, значит, пытался говорить там, что мне делать и так далее. Я просто в курс дела сейчас веду, сделаю в полном экране за этот самый показ. Там что-то не нужно, я потом подрежу. Я просто хочу поймать те места, где он, скажем так, особенно отличился. Вот. Вот смотрите, просто делаю стоп-кадр. Значит, видеоролик от 12 февраля, значит, этого года. Я сделал видеоролик на английском языке для англичан. И вот, значит, Евгений Готиков мне, значит, начинает пенять. Не, серьезно, хватит нам инглиша, хорош прикалываться. Романов, ты что там из Ютуба сделал форуму помойку? Вот. Ну, всякие, как говорится, глупости говорят. Видите все это, да? Да, я сам и помню, когда слышим. Ну, вот, значит... Может, даже перестань гневить Бога, а ради Христа прошу? Ради чего человек просит? Обратите внимание. То есть, здесь он, значит, ведет священную войну, значит, скажем так, за чистоту русского языка. И, грубо говоря, что мне делать, а что мне не надо делать? О, перестань гневить Бога, а ради Христа прошу. Это, значит, он просит меня, чтобы я не делал свои видеоролики на английском языке. Вот. Как вам такая точка зрения, Сергей, Алексей? Ну, это или ребенок, или не совсем адекватный человек. Ну, вот я тоже так думаю. Вот. Ну, значит, в конце концов... И вот человек, который, значит, там чуть ли не священную войну, значит, объявлял против меня, он, значит, зарегистрировался у нас на форуме, выложил свою ссылочку, значит, на свою сборочку. И я, значит, сделал на эту тему видеоролик о наших требованиях, значит, к видеороликам, к сборкам, которые мы предъявляем, значит, для авторов. И, значит, вот 12 февраля, сегодня 24 марта, где-то полтора месяца прошло, значит, у нас Евгений Котиков вдруг и почему-то стал, значит, и заговорил на английском языке, значит, и, ну, допустим, для меня это вообще непонятно. Я ему написал, что под роликом на русском языке делайте комментарии на русском, а то люди вас не поймут. Так вот, посмотрите, вот его один комментарий на английском, вот его второе, причем великий знаток английского языка, значит, почему Инарар, значит, вроде бы, ну, по-русски можно сказать, да, он пишет на английском, и дальше, и опять идет, значит, его комментарий опять на английском языке. Это что у нас? Евгений Котиков стал великим англичанином и свободно говорит по-английски, или по-русски он потерял дар в речи и не может внятно ответить на вопросы нашего, значит, сайта и на мои вопросы. А почему, допустим, у него сборка, значит, контрольная сумма его сборки, значит, не совпадает с изообразом? Это грубейшая ошибка. Вот. И, значит, почему нет инструкции нормальной и внятной на русском языке, коль делаешь для русских людей по установке этой сборки? Вот. Я что-то, Сергей Алексей, я что-то, я что-то понять не могу. Вот как можно делать, допустим, комментарий под видеороликом на русском языке, на английском? Хотя тот же человек, меня полтора месяца назад, значит, он меня, значит, там чуть ли священную войну на меня не объявляет только за то, что я, значит, сделал видеоролик на английском, для англичан, вот он на это меня, значит, это самое обижается. А вот как вот это вот рассоединить, вот что вы полагаете? Ну, я могу сказать по этому поводу одно, я как бы тоже общался с этим человеком, Ну, а после общения, конечно, негативная, вообще осадок отнял, я думал, тоже нужна помощь после того, как он зарегистрирован у нас был на форуме. Ну, присмотревшись, то, что он пишет, как бы, под авторами, такими, как там Юрий Шатухин, популярный очень автор на YouTube. Овчарова, он постоянно комментарии пишет, абсолютно непонятные. Да, у Андрея Овчарова, то есть у людей, которые гораздо грамотнее, чем он, пытаются какие-то там непонятные комментарии писать, потом себя там он расхваливал, в итоге сам у кого-то помощи просит. Ну, у меня сложилось такое негативное мнение, я его, честно говоря, уже давным-давно забанил у себя в скайпе, потому что я раз связался с ним, и он меня просто начал спамом забрасывать, там, я, ну, устал чистить от него именно скайп, от его сообщений. Я его просто-напросто забанил. Точно так же, как и сделал на канале YouTube, он мне начал писать гадости, я его обрезал сразу, начал блокировать, ну, после этого все это ушло. Ну, я думаю, что на форуме у нас, на нашем сайте, который посвящен нормальным таким темам, как Linux и развития, как бы, вот этого вот всего русскоязычной среди, вот это, ну, я думаю, что это просто недопустимо, я не знаю, как там думают остальные, но мне, допустим, даже те же комментарии, которые пишут вам на форуме, просто неприятно читать, потому что они, во-первых, не имеют никакого смысла здраво, а во-вторых, еще и людей сбивают с истинного пути, то есть они не понимают, то ли это правда, то ли нет, потому что там человек почти под каждой темой пишет свои комментарии, и там, ему уже было вынесено там предупреждение, но он продолжает это делать. Ну, и, ну, мнение, постановка стал удалить его с форума, забанить все, чтобы не мешал просто другим людям нормально общаться и искать помощи, допустим, которую они спокойно могут найти на у нас, да, если, ну, это мое мнение. И без всякого мусора обсуждать темы, на которые обсуждаются, потому что вот... Я вам у нас пять копеек свои ставлю. Да, да, Олег Ильич, конечно. Вот и говорят, что администратор злой, но администратор действительно всегда злой. Мне нет, допустим, времени модерировать все эти комментарии и следить за поведением пользователя. Я занимаюсь чисто техническими вопросами, которые еще очень много, мы только открылись, еще не все налажено. Да, вот несколько есть индивидуумов у нас на нашем ресурсе, которые уже привлекли пристальное внимание, так сказать, и мое тоже. От этого человека уже плачут наши модераторы. Он уже меня тоже конкретно достал, потому что приходится постоянно следить за всеми его сообщениями новыми. У него уже есть предупреждения не только от администраторов, от модераторов нашего ресурса. От меня уже есть предупреждения. Человек не совсем адекватно себя ведет. Я просто предлагаю забанить, запретить ему доступ на наш форум. И будь здоров, так сказать, помахать ему ручкой. Мы не берем добрых услуг, мы не будем нянчиться с такими неадекватными людьми. Просто удалять их и все. Плюс, значит, я как автор своего канала «На трубе», я тоже его практически полностью изгоняю, делаю ему полный бам. Почему? Потому что, ну, человек неадекватный. Ну, вот представляешь, допустим, вот можно объяснить или нет? Ну, хорошо, я живу в Англии, я живу в Ливерпуле. Это что? Он мне на моем канале пишет мне ответы на английском языке. Ну, так извините меня, так ему, чтобы писать ответы на английском языке, так, извините меня, надо хотя бы несколько лет нормально английскому языку-то поучиться. Вот. Потому что, ну, такие перлы, я, ну, короче, значит, не хочу там вдаваться в подробности, там во всякие-то разборки и так далее. Значит, я считаю, что больше подобных, значит, видео «Почему там? За что мы там человека забанили?» Я делать больше не буду. Почему? Потому что, вот, одно видео сделали, чтобы всем было понятно раз и навсегда, что кто сквернословит, кто ведет себя недостойно или неэтично, не может себя, как говорится, держать в обществе, таким людям не место ни на моем канале, ни на нашем сайте, ни на нашем форуме. Поэтому, значит, ну, что, Олегович, это самое, Алексей, убираем этого человека? Да, естественно. Я за двумя руками. Я вам скажу, что он сделал, это проявление неуважения не только к нам, но и ко всем пользователю. Ну, правильно, русские люди под русским роликом начинают читать, значит, сообщения от Евгения Котикова, который вдруг почему-то, значит, стал гениальным и заговорил на английском языке. Ну, хорошо. Вот у меня тут есть такие вот общественные установки, и где вот у меня он находился в списке людей, на которых, как говорится, о котором я разрешал делать комментарии. Вот теперь я его так вот беру отсюда и убираю. Все. Значит, это раз. Затем, значит, дальше я снова, значит, пойду вот сюда. А, сохраню, сохраню, да, остаться у нас. Сохраню изменения. То есть у меня у нас больше в одобренных пользователях не будет. Затем я зайду вот сюда в комментарии. И вот здесь, значит, первое. Рапортовать о том, что это был спам и абьюз. Раз. И во-вторых, спрятать его в комментарии. Если где-то что-то и выскочит, то будет удаляться, как говорится, раз и навсегда, чтобы людям, как говорится, людей не отвлекало. Потому что вот это вот... Я не скажу, что это вот чистый там тролль. Ну, это человек, очевидно, которому не хватает общения, и который вот его пытается найти, значит, вот, или на трубе, там, или на сайте, на форуме. Не знаю, там, какие у него причины. Значит, ну, дело в том, что всегда нужно уважать чужое время. Алексей, значит, Сергей, наши, значит, модераторы тратили на него время, читали там его глупости. Я по скайпу получал его сообщения и у себя на канале. Пытался там даже отвечать, там что-то. Ну, человек-то неадекватен. И плюс, вон у нас, как говорится, технический директор сайта Сергей Олегович. И того он уже, как говорится, достал. Олегович, ну, я думаю, что правильно мы сделали, да? Я полностью согласен. Я только не буду показывать. Да, не надо показывать. Я уверен, что... Забаня своими оправаниями на нас рисуют. Да. Будьте, значит. И причем мне бы хотелось принести наши изменения, извинения. Авторам, особенно, Андрею Овчарову, Юрию Шатохину. Это наши, так сказать, авторы, которые делают хорошие видеоролики, дают ценную интересную информацию. Извиниться перед ними за то, что вот такие вот люди попадаются и делают, как говорится, везде всякие там нехорошие вещи. Вот. Ну, как видите, с такими людьми мы тоже умеем справляться. И поэтому, значит, их комментарии больше вас донимать не будут. Вот. А комментарии... Ну, не до с того, что еще мир, как говорится, может всякие ожидания достигают. Нет. Мы же тоже, люди, мы не можем суточно сидеть на форуме и следить за всеми. Ну, естественно. Может быть, такое где-то еще проскочит. Ну, дело в том, что даже если тот же автор теперь, или Андрей Овчаров, или Юрий Шатохин, если, допустим, они заметят, что что-то такое там, какие-то идут комментарии просто напаста глупые, они теперь знают, что всегда могут обратиться к модераторам, и пусть там не моментально, но, по крайней мере, там в течение одного-двух дней, все равно это дело будет рассмотрено, и ситуация будет выправлена. Потому что у нас есть люди уже проверенные, которые дают нормальную, адекватную информацию, полезную для людей. Кто использует систему Linux, кто использует систему Windows, вот. И нам такие вот любящие просто пописать сообщения там, это самое, и потороторить, нам такие люди не нужны. Идите вон какие-нибудь там в общественные чаты, и чтят, чатитесь там, господи, до изнеможения. А здесь у нас люди занимаются, как говорится, интересным делом, увлечением у всех. Я считаю, что, ну, я думаю, что мы правильно поступили. Ну, и впредь, я думаю, надо это озвучить тоже, впредь мы уже таких роликов делать не будем. Нет, это... И адекватных людей мы будем банить без всякого предупреждения, это наша банка. Да, это просто наше, скажем, видео предупреждение тем, кто не умеет себя вести адекватно, чтобы люди знали, что долго им заниматься гадостями никто не даст. Их забанят так, что они никогда ни на канале не покажутся, ни на сайте. Алексей Сергеевич, спасибо вам большое, что поучаствовали в этой видеоконференции. Потому что, понимаете как, ну, я думал, ну, что, ну, сделал я ролик, там, это только мое будет мнение. А тут мне и Алексей про него понарассказывал, какие там чудачиства он ему писал, он просто удалил все его сообщения. Вообще, ладно. Все, закрыли эту тему. Значит, для пользователей пусть будет уроком, что не нужно писать пустопорожные комментарии. Есть что сказать? Пишите. Вплоть до того, что кулачок вверх нравится, кулачок вниз не нравится. Самый краткий вариант. Меня на мякине не проведешь. Вот. Ну и, слава богу, у нас и команда хорошая есть на сайте. Два опытных модератора, хороший администратор. Один я в жизни не потянул бы на такую махину. А теперь, значит, у русскоязычных пользователей есть нормальный источник информации, там, о Винуксе, о Виндовсе. Ради бога, заходите. Вот я сейчас покажу всем еще раз наш блог, если кто-то в нем еще ни разу не был. Вот. Вот так вот он выглядит у нас. Адрес очень простой. Вот такой. Значит, главная страничка, там, как, что, куда, там, все по-русски, все ясно, все написано. Вот. Ну ладно, что-то я опустил, Алексей Олегович. Да нет, все нормально, Алексей. Вроде все сказано. Ну ладно, ну, я уж благодарю вас за то, что помогли мне вот с этим делом разобраться. Так что пожелаем, значит, всем всего доброго и до новых встреч. Всего доброго. До связи. Доброго, ребят. Продолжение следует...